Елена Бондаренко уже почти год работает бухгалтером в ДСА в Зеленчугского района. Это её первое официальное трудоустройство. А раньше приходилось перебиваться случайными заработками. Но теперь она всем довольна. Работа хорошая, коллектив дружный. В ДСААФ Елену Михайловну направили из местного центра занятости на временное трудоустройство. Но начальство оценило её усердие и через пару месяцев нового сотрудника включили в штат. Мне очень нравится здесь работать. У нас замечательная организация, опытные тренеры, чуткий руководитель Ольга Викторовна. И, конечно, за всё это благодарна центру занятости, потому что они отнеслись очень ответственно. И каждому придёшь, всегда помогут, всегда расскажут, покажут всё. Очень хорошо. Елена пришла к нам зимой на стажировку. Как-то мы сразу сдружились, начали друг друга понимать. Она ответственная, сразу схватывает тот материал, который ей даётся. И мы очень рады, что у нас такой сотрудник теперь. В поиске постоянной работы сейчас и Людмила Животкова. Для неё пока не нашлось подходящего вакантного места по специальности. К сожалению, рынок труда переполнен юристами. Но пополнить семейный бюджет помогают временные работы. Я раньше работала в суде очень долгое время. У меня стаж несколько лет. И я ушла по собственному желанию в связи с семейными проблемами. Кем работали? Архивариусом в суде. И пришлось уйти из-за семейных проблем. Но я часто пользуюсь услугами ЦЗН. Снова встала на учёт, чему очень довольна. Потому что специалист, хочу найти себе работу. Труда устроится официальная. И поэтому стараюсь активно во всем участвовать. Часто принимала участие в общественных работах. То есть я стараюсь быть активным социальным человеком. Не чураюсь труда любого. Поэтому как только было направление на общественные работы, я сразу согласилась. Участвовала дважды. Чтобы получить временную работу, соискатель проходит стандартные процедуры. Для начала его направляют на собеседование к работодателю. И если оно оказалось успешным, то заключается срочный трудовой договор. В результате граждане получают работу хоть и на небольшой срок, но без перерыва в трудовом стаже. Размер заработной платы определяется по соглашению сторон. Но он не может быть ниже МРОД. А ещё центром занятости дополнительно выплачивается материальная поддержка в размере 1500 рублей в месяц. Это два минимальных размера пособия по безработицам. На него могут рассчитывать все, кроме стажирующихся. А если говорить о вакантных местах, то сейчас в Зеленчукском районе наблюдается острый дефицит специалистов рабочих профессий. А ещё не хватает учителей. Так как Зеленчукский район – это сельский район, конечно же, можно говорить в первую очередь о профессиях и специальностях, которые востребованы на селе. Для мужчин это очень актуально у нас. Водители и трактористы, и сварщики, и каменщики, и плотники. С учётом, конечно, у нас всесезонного кластера «Архыз», конечно же, у нас сейчас очень большой спрос на специалистов в сфере туризма. Для женщин, что можно сказать, для женщин, конечно же, всегда актуально было и есть, и будет. Нам нужны учителя. Очень много учителей сейчас. Потребность очень большая в Зеленчукском районе учителей. Это в первую очередь психологи, учителя английского языка, ну и различных других специализаций. Это у нас и физика, и математика. Временное трудоустройство – это отличный шанс проявить себя на новой работе и закрепиться там. Особенно это актуально для тех, кто не имеет опыта. Выпускник, заканчивая учебное заведение, опять же, высшего, среднего или начальных уровней образования, обращается к нам, и с целью закрепления своих профессиональных навыков, которые ему изначально дало то или иное учебное заведение, он стажируется и нарабатывает определенные навыки у работодателя по нашему направлению. В этот период, когда он участвует в этих работах, мы оплачиваем работодателю заработную плату, которую он в дальнейшем, естественно, выплачивает выпускнику. К тому же работники, которые рискуют быть уволенными или переведенными в режим простоя, теперь тоже могут обращаться в центры занятости для оформления временного трудоустройства. В этом году такой возможностью в Зеленчукском районе воспользовались более 150 местных жителей. Фатима Куршева, Мурат Кемрюгов, РХС-24.